У нас всего буквально 25 минут, буквально один вопрос, постараемся разобраться. Игорь Старосельский, приглашаю, как лучше, Татьяна, будьте добры. Татьяна Проскурина, торговая сеть Vigimac, Игорь Старосельский, X5 Ready Food и Мария Дмитриева, Яндекс.Лавка. Буквально короткий спич получится, знаете, вот прям чувствовала, что у нас про технологии будет, знаете, вот история про то, что очень сложно становиться рассказывать. А мне очень трудно прерывать серьезных ребят, которые умеют и погружены очень глубоко, и крайне важно, чтобы какой-то смысл был действительно внесен. И это очень важно. Спасибо большое. Ну вот у нас теперь собралась такая, знаете, коллективная история, когда вот все коллеги, которые развиваются ингредиентами, оборудованием, различными технологиями, и все это в итоге влияет на те продукты, да, которые у нас появляются на полках в сети. Я сейчас, у нас получается, вот в нашей пленарке, наверное, впервые присутствует Мария, да, я к Марии обращусь. Вы как онлайн-игрок, и, соответственно, мы вчера уже, ну, вчера вас, к сожалению, не было, но вчера мы очень много говорили, что традиционные блюда, которые больше всего покупаются, это оливье, с селедкой под шубой, как у вас. Все правда, все правда. Та же, та же, да? При этом мы же про ЗОЖ. Ну, кто мы? Нет, вообще, в целом. Я люблю селедку под шубой, совершенно точно. Нет, я просто к тому, что очень часто и очень много сейчас мы говорим о том, что нужно продукты, ну, новые товары, да, новую готовую еду, делается вроде как с трендом на ЗОЖ. И вот как это все правильно синхронизировать? Давайте вот так. Классика и инновации в создании новых продуктов для коллег, для наших покупателей, точнее. Что вы можете сказать как игрок, онлайн-игрок, да, где у вас очень важная еще история про то, какая картинка на экране, да, и как вы справляетесь, во что вы точно верите? Да, добрый день всем. Ну, знаете как, на самом деле мы, конечно же, этот тренд никуда не упускаем, мы знаем, что он существует, само собой, но само ЗОЖ определение несколько расхожее вообще. То есть непонятно, что это значит, потому что правда для многих ЗОЖ это вот вареная картошка с селедочкой хорошо посоленной, правда. Это, кажется, здоровое питание. Оно правда может быть вообще таким, потому что, как бы, если бы вы спросили лично меня, я бы сказала, ЗОЖ это никаких перекосов там в питании, да, какая-то культура питания там и так далее. Но в сознании потребителя это очень разные вещи. А кто-то считает, что это кето, например, диета. И, как бы, вот как оценить, это вопрос для нас тоже, в том числе, я думаю, для коллег тоже, как оценить этот спрос, емкость этого рынка, вот этих всех определений, что можно вкладывать в ЗОЖ. А то, что в топах продаж всегда оливье, там, карбонара, цезарь, всякие понятные штуки, ну, это у всех одно и то же, собственно говоря, происходит. Поэтому мы, ну, щупаем рынок, смотрим его, консультируемся там специалистами, находим что-то, вот, доводим до какого-то совершенства, выпускаем в продажу и проверяем, ну, практически на практике, какой спрос это имеет. Нет. Игорь, классические вкусы или инновации? Сколько новинок вам сейчас приходится вводить регулярно для того, чтобы, с одной стороны, успевать такое количество точек уже обеспечивать вашей едой, справляться с тем, что все-таки покупатели в этих точках очень разные, да, и при этом вот держать историю про то, что вы современные, вы современные тренды отражаете в вашей еде. Ну, здесь, безусловно... Чуть-чуть ближе, пожалуйста, к микрофону. Мы год назад буквально обсуждали здесь же, не год, 10 месяцев назад обсуждали здесь же на этой сцене как раз-таки тренды года и касались ровно дословно, да, оливье, селедка под шубой. На тот момент мы говорили о том, что трендом являются перекусы-закуски и тренды, на мой взгляд, они продолжаются, они сохраняются, они немножко развиваются, модернизируются. Да, потребители остаются в своих целевых значениях, те, кто привыкли к оливье, они все равно свою душу отдали на века, но объем работ действительно, он не уменьшается. Расширение линеек, обновление линеек продолжается, объемы исчисляются. Ну, если мы говорим про полный цикл, если мы действительно говорим про создание SKU с нуля, с идеологией, то это более там 250-300 единиц в год. Справляться нам помогают наши партнеры. Мы широко начали работать с партнерскими компаниями, представленными на рынке в Москве. Здесь много сидящих здесь лиц, знакомых, в том числе и наши партнеры. Чуть позже мы на выступлении расскажем и про нас, и про них. Мы закрываем сервис под ключ, мы создаем продукты не только на площадке собственной, мы занимаемся разработкой, в том числе вместе с нашими партнерами на их площадках. Мы адаптируем рецептуры под их условия, под их процессы, под их оборудование. Объемы, да, действительно, они высокие. 300 из SKU-шек, это прям с нуля. Мы не берем в расчет, где нужно что-то взять, подкрутить. Это вот то, что взяли, придумали, заложили идеологию. Сначала бумага, потом цифры, потом создание, потом итог. Татьяна, подхватим уже региональную историю. У вас очень непростой регион, при этом вы там достаточно активно сейчас именно тему готовой еды. Вчера мы немножко послушали ваш кейс. Прошу, ну, у вас еще не гири, насколько я знаю, взлетели, да? Что у вас по новинкам? Все-таки приверженцы в Кемерово, на Кузбассе, к чему у людей тяготеет? И вот те новые тренды, которые вы здесь слышите, они применимы сейчас или подождать придется? Наш покупатель интересный, будем так говорить. От классики не отстает. То есть шуба, оливье, да. Какой бы ты ни сделал шубу, там, как в пальто, например, лосось, да, там, либо еще какое-то оливье, в любом случае они отдадут свое предпочтение к классике, та, которая есть. Оливье там с ветчиной какой-нибудь. Ну, понятная сельдь. Мы для себя определили, что классика для нашего покупателя, ну, наверное, самая оптимальная на сегодняшний день. И для себя ставим такие, какие-то разработки новых блюд в 23-м году именно по старым русским рецептам. Но уже в новой какой-то интерпретации. Конечно, очень популярная еда на ходу. Это кофе, что-то взяли в руку, пошли кушать. Поэтому мы у себя запустили бутерброд о нигире. Есть тенденция к росту. То есть он полюбился покупателю. Ну, не буду хвастаться никакими показателями. Мы еще работаем в этом направлении. То есть делаем разные вариации. Новинки вводим регулярно. Каждый месяц обновляем матрицу. Вводили блюда ЗОЖ. Пробовали разные. Ну, не наше. Наверное, не наше. Мы немножко еще в классике побудем. Понятно. А сколько вы среди новинок запускаете, если говорить про какую-то классическую вашу задачу и KPI? Ну, по кулинарии это от 10 до 15 ежемесячно бывает. Вот мне интересно сейчас, напомните, пожалуйста, вот просто интересно. Вот для меня, например, количество, это все время такой вопрос, который вот смущает. Я здесь вижу, да, Светлана, у вас, напомните еще раз, сколько у вас новинок в среднем запускается? Нет, ну, тоже по-разному. Бывает, как у Татьяны, 10, да, бывает 5, бывает и 20. Все зависит от сезона, от потребности, как говорится, полки, да, от того, чего заявил категорийный менеджер. Ну, то есть ради того, чтобы просто новинку запустить, не запускаемся? Нет, ради того, чтобы просто запустить, нет. Всегда рынок должен, как бы, заявить потребность о том, что должна быть какая-то новая позиция появиться. Рита, если можно, сколько новинок в среднем вы запускаете сейчас? Просто вот, чтобы нам этой аудитории сейчас напомнить. Слушайте, если сейчас говорить про фабрику кухни, например, то там также зависит от ситуации, от того, какая у нас цель. Ну, минимум 10 сейчас мы запускаем на постоянной основе. И по сети по магазинам и производствам, ну, то же самое. Под Новый год мы можем и 40 новинок завести. У нас вообще ассортимент, наверное, самый широкий, если говорить про сеть. На данный момент у нас активная матрица 1889 СКЮ. То есть это такая, мы говорили вчера, да, про локальность. То есть мы смотрим под магазины, кому что интересно и прорабатываем. То есть такая работа постоянно проводится. Я каждый раз вот этого замираю. То есть у меня вот некое внутреннее замирание, потому что я понимаю, когда как потребитель ты все равно хочешь и не хочешь смотришь на то, что для тебя в целом привычно, да. То есть, ну, и новинки, кстати, вот теперь опять же к вам, касаемо новинок. Вот когда в онлайн формате продвигаются новинки, насколько сложно, легко заинтересовать людей новым продуктом, может быть, не очень привычным составом? Слушайте, я знаете, какой я сейчас кейс вспомнила, как раз к нашему разговору здесь о классике и вообще, в принципе, о новинках. У нас, конечно же, вот отвечая на ваш вопрос, да, несомненно, для нас это некоторая задача со звездочкой, потому что мы все-таки не имеем витрин вот таких, где человек как бы глазами по большей части покупает. Мы имеем, собственно говоря, приложение, да, в котором надо правильно подсветить эти новинки, как бы представить и рассказать о них. И тут нам сильно помогает то, что у нас все-таки, ну, какая-то своя аудитория, которая восприимчива к таким вещам. Вот сейчас упомянули лосось там что-то где-то вообще, да, в шубе. У нас был лосось в пуховике. Мы сделали, мы сделали, если кто знает, или у кого будет время, зайдите. Есть такие ребята, Excellent называется, в Москве, у них проект завтраков. Они специализируются на этом, имеют свою там какую-то оффлайн-аудиторию, свои точки. И они очень креативные, к этому подходят. Мы просто-напросто с ними разработали рецептуру совместную для своей фабрики, которая в Петербурге. Я буду попозже про нее рассказывать. И одно из блюд, это был сэндвич, он назывался лосось в пуховике. Вот вы, если его как бы поедите, там, в принципе, все вкусовые сочетания. Селедки под шубой есть. Там тоже есть рыба, там свекла, там вот эта заправка, все на свете. Но это было креативно, как бы обернуто в такую упаковку, что заинтересовало, это просто бешеную, мы снискали популярность с этим продуктом. Вот такие штуки нам помогают, да, на витрине вот подсветить какую-то новинку. То есть с названием играемся. И с названием в том числе, да. Но видите, на классике, в общем, вот такой оммаж, так сказать, у нас получился. Да, интересно. Если говорить про технологии, вот, как бы мы уже второй день затрагиваем тему растительного белка. Сейчас, что у нас еще, пост идет? Идет? Как? Вы заметили, вот мне интересно, на самом деле, заметили ли вы сейчас вот именно больше интереса стороны ритейлеров в части вот вашего, ну, вот именно растительного белка, для того, чтобы уже заводить именно вот на готовой еде. Ну, вы очень много работаете именно с этим направлением, да? И какие сейчас можете сделать вы по сравнению, например, с прошлым годом? Ну, прежде всего, хочу разделить мнение коллег насчет ЗОЖ. Мне тоже непонятно это понятие ЗОЖ. У каждого ЗОЖ свой, это точно, абсолютно. Вот. Но хочу выделить ту статистику, которая была сказана накануне насчет того, как развивается сегмент готовой еды, и, что растет и дальше, несмотря на то, что уровни дохода насильно падают, мы все равно видим, что покупатель в силу дефицита времени, в силу экономии своего времени, себя любимого, идет в готовую еду и будет идти в ритейл, будет идти в полку. Мы смотрим полку, для меня в этом плане очень показательный эксперт, и как, насколько он увеличил полку, да, у себя готовой еды. И дают все больше и больше разных вкусов. Отвечая на ваш вопрос, Наталья, как у нас? Ну, у нас растут продажи кратно, у нас база невысокая. И с точки зрения дать возможность покупателю выбора, это как раз таки к нам. Мы не про беганство, мы про выбор. И ритейл, полка, блюдо, кулинария, у нас к этому запросы есть. У нас есть ряд проработанных меню. Я в своей презентации вкратце затронул, где мы сейчас уже есть. Есть варианты кулинарных решений по локальным сетям, в том числе и по федеральным. Но хочу сказать и подчеркнуть, опять-таки немножко я ввожу в сторону ЗОЖ. Мы не говорим про ЗОЖ, мы говорим про то, о том, о чем сейчас все говорят, про дефицит времени и про дисбаланс, рационное питание, калорийная из белка, жира и углеводов. Поэтому здесь этот вариант решения позволяет кулинарного выбрать сегодняшнему потребителю, покупателю. А он за это голосует, и голосует рублем. Еда, она по вкусу, по органолептике, на ни грамма не уступает. Допустим, фаршированный перец, ну опять-таки, то, о чем вы говорили, вы можете присоединиться к нам завтра, если места есть, мы вам дадим попробовать. Я молчу про рестораны, у которых есть отдельное меню, они их там присоставляют, и шеф-повара, и именитые, и элитные, и так далее. Они говорят, ваше блюдо приготовлено из вашего растительного мяса, оно говорит, ни грамма не уступает текущему. Поэтому, безусловно, согласен, оливье – это топ-топ, но у нас тоже есть оливье с растительным мясом. Поэтому здесь, еще раз отвечу, да, запросы есть, да, мы их реализовываем. У нас есть на сегодняшний день порядка 800 готовых кулинарных решений блюд с нашим продуктом. И здесь могу сказать, что об этом говорит наш покупатель. Дайте, пожалуйста, мы хотим функциональную, простую еду, понятную, полезную, и которая экономит наше время. Это тот тренд, который на сегодняшний день есть. Мы от него никуда не денемся. Спасибо. Игорь Климашевский, к вам вопрос. Вот смотрите, для меня абсолютно понятным является, когда на упаковке готовой еды, например, написано там, не знаю, котлеты приготовлены на пару. То есть это некая технология, которая мне понятна. При этом, когда мы с вами общались, и когда мы вообще познакомились по этой теме, уже есть понимание, что к акустической заморозке там у определенных ритейлеров есть определенное там желание, чтобы именно на такой заморозке были сделаны там замороженные продукты и готовая еда, да, заморожена определенным образом. Скажите мне, пожалуйста, а вообще, видите ли вы некий тренд того, что прям на упаковку будут выносить то, что продукт, например, с высокой заморозки именно запакован в акустике, ну, именно с помощью акустической заморозки. И в эту сторону вы смотрите, старайтесь, чтобы об этом рассказывали. Чуть-чуть поближе. Мы-то смотрим, а другие отворачиваются. Дело в общем, мы вообще присутствуем, знаете, вообще тут во многих местах, но вы нигде не найдете упоминаний, потому что все скрывают. Все говорят, у нас торговая марка, там, рассвет в лучах апельсина, и поэтому она такая хорошая. Никто не хочет облегчать жизнь конкуренту. Понимаете, применение нашей технологии дает много возможностей новых. Ну, например, вы можете готовить из сезонного сырья, это же деньги. Слушайте, вот вы все говорите про готовую еду, никто не упоминает деньги. Ребята, а где вы овощи берете в феврале? Ну, они денег стоят вообще. У нас можно взять овощи в сентябре, и их очистить, заморозить, и использовать как полуфабрикат для еды, которую вы будете готовить весь год. Ну, слушайте, ну в сентябре-то перец стоит, там, не знаю, рублей 30, наверное. А где вы его берете в феврале-то? За 250 покупаете? Это экономика называется? Или чего это такое-то вообще? Или кабачок, например. Слушайте, кабачок вообще никому не нужен. Его просто, ну, футбол им играет, он там вырастает, куда-то перерастает, и вообще ничего не стоит, когда он растет. Вы можете его взять, заморозить и готовить из него весь год. Весь год. Конечно, такие преимущества никто не афиширует. Ни у нас, ни мы продаем оборудование 28 стран мира, входим в 500 лучших технологий мира уже там, который год. Никто не пишет. Все говорят, у нас супер заморозка. Молекулярная, супер, инновационная, но никто, к слову, акустики не наносит. Ну, кто-то там, может быть, есть один там, отважный. И то они очень быстро от этого уходят. Это конкурентные преимущества, которые все берегут и тщательнейшим образом скрывают. Вы думаете, что из сети никто не использует? Используют. Это просто, ну, прежде чем с нами что-то делают, со мной подписывают договор кровью, чтобы я никому никогда ничего не рассказывал. Серьезно. Причуляйте. Сегодня я долго молился, чтобы сюда прийти вообще и как-то приоткрыть вам. А завтра у нас завтрак. Вот. У вас завтрак, а у нас не знаю, что. Прийти, там такие люди, знаете, с нами общаются. Игорь, вот поддержите, пожалуйста, данный спич на тему скрывания технологий. На самом деле, вот мне интересно, насколько серьезным образом надо образовывать покупателя и рассказывать или не рассказывать, как это сделано. В некоторых случаях же просто пугаются. Вот даже газомодифицированная... Как там? Как упаковывание... Газомодифицированная среда. Да, 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 да. Это же так страшно звучит. Слушайте, вы для чего все это делаете-то? Я не понимаю. Вам что, делать нечего? Вот мы тоже когда-то придумали, мы считали, что мы должны всем объяснить, что у нас тут лучи, они туда, там кристаллы, это вот, там это... Да дайте ему попробовать, если он вкусно, он купит. И все. А зачем ему объяснять, какая технология или еще что-то такое? Если вы сделаете десерт с ягодой, ну и все. Все десерты с ягодами купят, а остальные будут покупать потом. Игорь? Человек голосует животом. Че, разве нет? А мне в последнее время говорят, что кошельком. Цена-качество. Все, если у него будет вкусная еда, у него должно быть преимущество, понимаете? Я бы разделил на два процесса. Да, у нас есть такой приятель Кракунов, который котфеты делал. Он потом продал быстро и убежал в Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелесе у него, вы удивитесь, у него киоски шаурмы на пляже Венус, которые он морозит по нашей технологии. Он все делает акустику. Он морозит вареные пельмени. Никто не пробовал вареные пельмени морозить. Отличная вообще тема просто. За две минуты вы можете разморозить, не знаю, 20 порций просто. Залить кипятком, поставить в микровейв, у вас всегда будут готовые пельмени. Шаурму он морозит, берет вот эту вот стружку из этого мяса, морозит ее, размораживает ее в СВЧ, а в это время собирает там из шаурмы быстро. Сейчас же главная скорость. Скорость. Все люди бегут куда-то, они хотят на ходу, что-то есть, в это время звонить, еще куда-то писать, еще думать, еще что-то такое. Вот это вот тренд. Мы чувствуем это вот каждый день. Поэтому, конечно, у нас должно быть какое-то преимущество применения технологии. Вот это вот вся история, что человек пошел, взял, что-то накрыл, посидел, пригласил коллегу, там это вот. Мы начали за благо, заканчиваем за упокой. Немножко перебью Игоря, надо немножко посветить занавеску событий изнутри. Прозвучала фраза, мы не считаем деньги. Крупный производитель в любом случае считает деньги. Малыши, может быть, еще не так считают. И то, что Игорь сказал, почему вы не морозите продукт летом, я полностью поддерживаю. Но только вопрос не к ним, не к тем, кто управляет производствами крупными, а вопрос к тем, кто перерабатывает на Южном федеральном округе эти овощи. Мы работаем под заморозки, да, мы работаем с партнерской компанией, которая под нас замораживает овощ на сезон. Часть овощей, действительно, если мы используем их в технологии горячего тушения, варенья, какая нам, ну, продукт не теряет качество, так не им нужно говорить Игорь, а нужно все-таки пробивать стену тех переработчиков и фермеров, которые сейчас занимают Южный федеральный округ и придерживают овощи. И все знают, что происходит с рынком овощей, и как идет ценообразование. Вот когда фермера осознают, и переработчики этих овощей осознают о том, что продукт совершенно другого качества и дадут на него сопоставимую цену, вот тогда и здесь сидящие будут ценить этот продукт. А сохранить у себя на складах порядка там 450-500 тонн замороженного продукта на протяжении полугода, оплачивать электричество за поддержание данной заморозки, хранить этот продукт, это тоже деньги. И эта математика, она счетная, она всегда находится. Давайте углубимся в цифры. Хранение замороженного продукта на складе в Москве, если снимать камеру, не свою, а снимать, стоит 2 рубля в месяц. О чем разговор-то? Это что, деньги? Ну хорошо, давайте к 30 рублям, когда стоит перец. На 2 рубля какие квадратные метры? Это цена за сколько квадратных метров? Да, это подсчитанно, я могу поставить рубль за 100 любую сумму. Хотите, пожалуйста. Ну я думаю, долго можно будет. Это первое. А второе, понимаете, в чем дело? Вы говорите про то, что нам нужно пробивать стену производителей. Да. Да нет. Если вы, потребитель, вам нужно качественные замороженные овощи, вы скажете производителю, ну-ка, ребята, встаньте и пойдите, сделайте нам качественный продукт. А производитель говорит, слушайте, да у меня и так все берут. Большинство овощей вообще китайские. Непонятно, какого качества и непонятно, что. У нас просто вообще в принципе овощей мало в стране. Вообще в принципе. Любых. И поэтому у них все покупают. Вы у них не требуете, как потребитель. А чего они будут куда-то там пробиваться-то зачем? Никому это не надо. Ну, позиция сидеть и ждать, когда ко мне придут, тоже очень сложная. И очень спорная. Все-таки бизнес живет немножко по-другому. А то, что касается транслирования информации на упаковку потребителя. Вот могу вспомнить хороший пример. В Испании роллы, да, которые дефоростируются в заморозке. Заморозка сделана акустическая. Проект уже несколько лет. Вот там одна компания реализовывала. Да. Продукт изначально заморожен. Продается на полке магазина в дефоростируемом состоянии. Нигде не упоминается. А не упоминается почему? Да, действительно, качество продукта неотличимо. Невозможно идентифицировать, что данный продукт был заморожен. Законы другой страны немножко другие. И ритейл даже не пишет, что этот продукт был заморожен. Потому что качество соответствует свежим. А зачем тогда писать, что данный продукт был заморожен? Зачем лично распугать потребителя? Да и не пишите, что. У меня в Испании, про которую говорите, у меня есть такой там приятель, ну, клиент. Да мы про одного и того же говорим. Да, я знаю. В Испании не так много. Он морозит суши на Майорке. У них на Майорке делать нечего, они там балду пинают зимой, потому что нету ни людей, ничего. И они морозят всю зиму суши. Морозят, морозят, морозят. И потом летом, значит, у него кастинг. Он нанимает... У него кастинг таких пацанов таких, значит, накачанных такие, значит, такие. Тут в наколочках такие. На Майорке, я адрес дам. Вот. Он нанимает пацанов, пацаны расставляют их по гостиницам. Пацаны стоят в гостинице, дают им один ролл, и он так вот целый день ролл режет. А там сидят туристы в ресторане, говорят, ай, слушай, какая суша. Суша, а что свежая, что тут море плещется, суша. Не дай бог им кто-нибудь скажет, что они заморожены были. Конечно, не заморожены. Отличные суши. Я могу вам сказать, что ни одного отравления нет. Что замороженные, что там отравить-то? Ничего, отлично все. Отлично. Замороженные, значит, свежие. Вы поймите. Это факт. Мы это исследовали на множество примеров. Есть... А? Ой, я думаете, я вам оборудование продаю? Я вам рассказываю про свежесть. Если вы берете какие-то там продукты, которые 3, 4, 5, 2 недели назад выращенные где-то помидоры, это не свежие вещи. Или мясо, или еще что-то такое. Это не свежие совсем. Если вы возьмете мясо, запихнете в камеру созревания, и на там 20 или 21 день у вас будет созревшее мясо, вы в этот момент можете его заморозить и остановите процесс. У вас всегда будет мясо, которое 21 день. К нам приходит Делос и говорит, слушай, мясо кто-нибудь морозит? Я говорю, слушай, а зачем тебе мясо-то? У тебя в ресторане Пушкин пристрога, но стоит, я даже не помню, там, полторы тысячи, что ли, рублей. Там мясо этого за полторы тысячи 100 грамм, может быть. Ты для чего морозит? Что, не можешь пойти на Наргамиловский районок мясо купить? Он говорит, да ты не поверишь. Оно сегодня там одно, зад другое, зад третье, перед Новым годом вообще нет, и так далее, пятый десяток. Вот есть кто-то, кто морозит, привезет, и оно будет всегда одинаковое. В этом кайф. Игорь, завтра у части аудитории будет возможность попробовать то, что у вас будет буквально заморожено при них, разморожено, и я так понимаю, что какие-то еще продукты, которые ранее были приготовлены. И, ну, соответственно, потом поделитесь в Телеграм-канале, как вам это. Давайте сейчас будем уже закругляться, у нас, я чувствую, уже там запахи пошли, вкусняшки привезли. Коллеги нам тоже сегодня помогают кормить вас для того, чтобы был перекус. Спасибо большое. Сейчас мы немножко затронули тему про инновации, совсем коротко, меньше, чем я предполагала, но я все-таки бы хотела выйти уже к таймингу. Спасибо всем, кто сейчас с нами поработал. Соответственно, по поводу того, чтобы кто-то еще попал на Эвко, подойдите к нам с Евгением, мы, соответственно, еще добавим, ну, человека 4-5, я думаю, мы сможем. Вот, и, соответственно, ну, по акустике, по-моему, у нас уже закрытое, потому что количество уже превышает. Спасибо еще раз. Ольга, Евгений, Мария, с Марией мы еще сегодня по Игоре. Все дальше. Спасибо. Спасибо.